Воскресный день Он есть всемогущий Бог, который дарует жизнь, здоровье. Это самое важное для всех человеков на этой земле. Любого человека, который не имеет здоровья, вы спросите, что он хотел бы. Ему не нужны деньги, ему не нужны ничего, никакие финансы, никакие приоритеты, кроме здоровья. А нам, христиан, весьма важно, чтобы мы имели общение друг с другом, имели благословение от нашего Творца, и Он пошлет Свою милость для нас. Слава Ему! Христиан, я думаю, так было, вижу места христиан пустые. Те, которые там в рядах, можете пройтись сюда наверх по той причине, что нет места. Ашрина сказали так, говорит, пускай христиан пройдут наверх. Пускай христиан пройдут наверх. Сейчас будем слушать Слово Божие, дорогие друзья. Будьте внимательны. Но вначале будет пение. Я думаю, что наши певцы уже подготовились к этому. Слава нашему Богу! Этот день подарил нам Бог. Аминь! Вы знаете, для себя вывел одну очень интересную формулу. Если ты хочешь измерить свой духовный рост, тебе нужно измерить, где находится твоя жажда по Богу. Ровно так, как ты жаждешь Его, ровно так, как ты ищешь Бога в своей жизни, точно так же ты растешь в духе своем. Твой духовный человек ровно так же растет. И я заметил, чем больше ты встречаешься с Ним, чем больше у тебя происходит этих встреч, этих уникальных отношений с Богом, где ты и Он наедине друг с другом, тем больше у тебя возрастает жажда. Вы знаете, это очень уникальный процесс. Когда ты ищешь Бога всем своим сердцем, всей своей душой, ты понимаешь, что тебе еще больше Его не хватает. Ты еще больше становишься зависимым от Него. И потому в это утро я просто хочу призвать тебя. Где сегодня находится твоя жажда по Богу? Я нахожусь в твоем сердце сегодня. Я просто хочу призвать тебя. Давайте в это утро мы начнем искать Бога. Мы будем искать Его присутствие. Мы будем искать Его славу. Давайте в это утро мы будем искать Его лицо, Его любовь, Его присутствие на этом месте, потому что без Него мы не сможем делать ничего, потому что Он является самой главной личностью нашей жизни. Он является тем, кто устраивает нашу путь, кто просвещает нашу стезию, кто дает нам будущее, надежду, благословение. Великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель. Великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные и сильные пути Твои, Царь Святый. Великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные и сильные пути Твои, Царь Святый. Кто не убоится, не прославит Тебе, и воды Единство. Все народы поклонятся Тебе, и воды Единство. Царь Святого. church Австри Brother земли спрещук последних путем Чарь manufacturer Твои, из которых скрыть И Ellerplicамату. Великие чудные дела Твои, Господи, Боже, все держите. Праведные истинные пути Твои, Царь святый. Кто не убоится, не прославит Тебе, Ибо Ты едим славь. Все народы поклонятся Тебе, Ибо Ты едим славь. Славь! Славь! Ты един славь! 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 Славь слава тебе наш бог поклоняемся тебе в это утро иисус не дороже тебя не драгоценит тебя ты всемогущий бог господь любимый сегодня господь просто открываю свое сердце перед тобой я прошу тебя драгоценный дух святой пускай твоя слава придет господи я просто хочу видеть движение твое на этом месте господи я хочу видеть церковь в огне святого духа бог я хочу видеть сердца горящие для тебя иисус я хочу видеть то поколение которое готова искать тебя и платить самую драгоценную самую большую цену этого чтобы просто быть с любовью я просто умоляю тебя иисус господи не хочу сегодня надувать ничего здесь я просто хочу одного твоего присутствия господь твои славы твоего движения господи я хочу иисус видеть тебя я хочу видеть твой господь твое лицо я хочу видеть твое сердце и хочу видеть господь тебя я просто умоляю тебя, Иисус. Прикоснись, Господь. Бог, пускай Твоя совершенная любовь, пускай Твоя совершенная милость, пускай Твоя совершенная доброта, Господь. Пускай Твое царство опустится сегодня на эту землю. Я просто умоляю Тебя, Господь, пожалуйста, просто прикоснись сегодня каждому сердцу, которое жаждет Твоего лица. Бог, прикоснись сегодня каждому сердцу, которое ищет Тебя. Бог, я просто прошу Тебя, пройди сегодня по рядам Твоим присутствием, Бог Твоим Духом Святым, и пускай Твой огонь сойдет на это место. Во имя Иисуса я призываю Тебя, Бог, я умоляю Тебя, Господь, дай нам сегодня прикоснуться к Тебе, дай нам сегодня пережить Твое святое присутствие, дай нам сегодня, Господь, войти в Твое святое присутствие, Бог, дай нам прикоснуться к Тебе. Господи, мы хотим жить в Твоем царстве, мы хотим пребывать в Тебе, Господь, Мы хотим наслаждаться Тобою. Я умоляю Тебя во имя Иисуса, Дух Святой, прикоснись. Бог, зажги сегодня эту церковь, зажги сегодня этот народ, зажги сегодня каждое сердце. Бог, мы нуждаемся в Тебе. Ты наша цель, Ты наша жизнь, Господь. И мы поклоняемся Тебе, Иисус. Мы превозносим Тебя, мы прославляем Тебя. Ты достоин Богской славы. Хвала Тебе, Господь, мы воздеваем наши руки сегодня к Тебе. Господь, мы сегодня смиряем наши сердца, наши колени, наши души пред Тобою, Отец. И мы сегодня признаем Иисус, есть Царь, Аллилуйя, Святой Бог. Jesus is King and He is here with His power, with His glory and with His presence. И на имя Иисус, Господь, я просто призываю и прошу Тебя, прикоснись к нам. Зажги нас, Господь, во имя Иисуса. Совершенство Твоё Совершенство Твоё Не имеет границ Если у каждой миг Жизнь не с тобою И в бессилье моё Утираешь смесь, наполняешь меня верой живою Я предвкушаю красоту поклоненья Я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения Совершенный Бог поклоняюсь я Святостью Своей Осени меня Тем ладой сады Силой одари И в бессильне 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 Совершенный Бог поклоняюсь я Святостью Своей Осени меня Тепло Твой согреет Силой одари Ничего не цене Твоей совершенной любви Совершенство Твоё Не имеет границ Я ценю каждый миг Жизнь с тобою И в бессильне Моё Утираешь свисты Наполняешь Ведя Верой живою Я предвкушаю Красоту поклоненья Я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения Я Совершенный Бог поклоняюсь я Святостью Своей Осени меня Тепло Твой согреет Силой одари Ничего не цене Твоей совершенной любви Совершенной любви Совершенный Бог поклоняюсь я Святостью Своей Святостью Своей Осени меня Тепло Твой согреет Силой одари Ничего не цене Твоей совершенной любви Ничего не цене Твоей совершенной любви Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитри Free Иисус, Иисус, как велика любовь Твоя Иисус, Иисус, как велика любовь Твоя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иисус, Иисус, как велика любовь Твоя. 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 Братья и сестры, слава Богу, что по милости Божией мы не исчезли. И милость Его обновилась над нами и все утро. Благословен Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа, из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас и для нас. Силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению. Готовому открыться в последнее время, о всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, равные сестры, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том помышляйте. Ну, понимать или же помышлять одно, а делать это совсем другое. То есть, хочу сказать, что в этом последнем стишке заложена вся наша жизнь. То есть, все то, что, чем и как мы должны жить сегодня. Ну, прожив немалое время здесь, в Америке, наша жизнь, конечно, изменилась во всех отношениях, и перед Богом, и перед людьми. Хочу подчеркнуть дело житейское, всем нам хорошо известное. Братья и сестры, это, с чем мы сталкиваемся каждый год, это такое важное дело, оформление такс. И как-то однажды мы оформляли таксу, ну и как обычно, куча вопросов. И, казалось, все как бы и должно быть, на все отвечаем, как положено. И после некоторой паузы, женщина, оформлявшая нам таксу, вдруг спросила, есть ли у вас дома наличные кешь, ну там, пчелки. Ну, конечно, я был возмущен до предела, братья и сестры. Ехал домой и всю дорогу бубнел. Ну, типа, да какое твое дело до моих наличных? Да кто же тебе об этом скажет? Да какой глупый вопрос? Братья и сестры, вот и пришло в мою жизнь исполнить на деле слово, которое только что я прочитал. Да будет у вас все истинно, честно и справедливо. Все дело здесь в том, что если я скажу, сколько наличных у меня дома, значит, она поставит эту сумму в анкете. И от этого будет зависеть, вернут мне таксу или нет. А если я скажу наоборот, то как бы не пришлось еще мне платить им. Братья и сестры, вот и пришло в мою жизнь весьма важное дело, которое вытряхивает меня до гроша, дабы испытанная вера оказалась драгоценнее испытанного золота. «Если мир лишит тебя золота и серебра и покинет, обобравшись дочисто, пред людьми не падай ниц, помни, Бог питает птиц, свое бремя положи у ног Христа. Окружен ли ты враждой, все закрыто пред тобой, помни, Бог открыл тебе небес врата, Он поможет и поймет, сохранит среди невзгод, свое бремя положи у ног Христа. Если юность отцвела, старость дряхлая пришла, и теснит тебя земная суета, не горюй, спаситель твой, всюду и всегда с тобой свое бремя положи у ног Христа. Братья и сестры, только Богу слава, что на этой земле мы вот прожили, что мы только не встретили, но благословен наш Бог Иисус Христос, наш добрый пастор, идущий с нами всегда. Братья и сестры, и в этот час мы поклонимся Ему, чтобы этот путь, который каждому из нас Он определил, мы Его прошли до конца и вошли в ту дверь, там, где наш спаситель встретит нас и скажет, войдите, благословенные, и наследуйте Царство. Братья и сестры, слава за это Ему. Мы поклонимся в молитве и прославим Его, потому что Он достоин славы, почтения и чести. Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Не ради своей какой-то выгоды или интереса, а вот ради Него, вот во имя Его. Если есть здесь хотя бы два или три, Он обязательно здесь. Но я просто верю в сердце своем, что здесь больше. Может быть, кто-то случайно сюда забрел, я не знаю. Но я уверен, что здесь пришли люди ради Него, оставили свои дела. Я вот слушал брат Дмитрий, когда призывал к первой молитве, он говорит, что самое главное – это здоровье для человека. Я посмотрел на него, человек уже убеленный сединой, думаю, конечно, для тебя самое главное – это здоровье. А сидит молодой человек, который никогда еще ничем не болел, ничего не ломал, ничего у него не срасталось, ничего у него… Он думает, Господи, папа пообещал сивика купить, Господи, дай, чтобы он не передумал. Он думает, что за здоровье он думает, да он за сивика думает. И каждый, я это для примера привел, а брат тут рассказал, что таксу делал, что за здоровье он думал, за чулок он думал, или за матрас, или, ну, зависит от размера кошелька. У каждого своя проблема. И мы, когда приходим в церковь, мы часто слышим, люди говорят, братья, сестры, помолитесь. Вот такая у меня боль. Кто-то, может быть, на костыле ковыляет, а сын наркоман. Он что, за костыль думает? За сыном думает. А тот в тюрьме сидит. За здоровье? Нет, не за здоровье. Я не хочу уничтожить слова, братья Дмитрия. Я хочу сказать, что у каждого есть своя боль. И мы с этой болью приходим к Господу. Потому что мы знаем, мы однажды это узнали, что вся наша жизнь, все, что в ней происходит, оно напрямую зависит от него. Я хочу прочитать такое местописание. Первое послание Петра, 3 глава. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житье. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Дорогие жены, не напрягайтесь, не думайте, что я только о вас сейчас буду говорить, воспитывать там, или там что носить, чего не носить. Я никогда не проповедую об одежде. Ну так не получалось. Может быть, сегодня немножко затронем, и то в связи с тем, что здесь написано. Дело в том, что вот это местописание, я, наверное, как многие из вас до вчерашнего дня, я воспринимал, что это ко мне вообще не имеет никакого отношения. Ну, я прочитал, вы слышали, да, и сами не раз читали, что так же и вы, жены. Обращение конкретное, без обиняков. За мужчин здесь ничего не сказано. Но вчера я почувствовал, что здесь есть слова, которые имеют непосредственное отношение ко мне лично. Хоть я далеко не жена, и я вообще не жена. Я всегда думал, что это к моей жене может относиться. К жене моих друзей, братьев, сестер, к твоим дочерям, как минимум. Но не ко мне. Но Господь вчера обратил мое внимание на некоторые слова. Я о них скажу немножко позже. Здесь речь идет о женах. И вот апостол Петр говорит о таких важных вещах, что говорит, если у тебя есть муж, который слову не покоряется. Я думаю, наверное, или жена такая слабовольная, что не может так сказать, чтобы он раз и покорился слову. Ну, а если все-таки не покоряется, а бывает муж слишком сильный, знаете, ну, не покоряется, то сказано здесь, что вот этих мужей надо приобретать уже без слова. Сказал слово, оно почему-то не оказало на него должного влияния, и надо замолчать. А что дальше делать? А его надо приобретать, этого непокорного дядю, такого, может быть, буйного и несмиренного. Вот не покоряется слову. И говорит, что, чтобы они были приобретаемы, видя ваше чистое, богобоязненное житие. Я думаю, это не то, что человек такой неразумный, но видно, у него есть какие-то укорененные свои понятия, принципы, которые не сразу сокрушаются, которые разрушаются посредством личного примера. И эти мужья приобретаются не для себя, они приобретаются для Господа, чтобы они имели спасение и участие вместе со счастливой женой, которая познала Господа и видя, что он погибает, она приобретает его для Бога, спасая его душу. Проповедуя ему уже своим чистым, богобоязненным житие. Я помню, когда-то слышал такой случай, когда у одной сестры была неверующая женщина, покаялась, обратилась к Господу, стала ему служить. А муж был такой, не покорялся слову, любил выпить, друзей приводил, пьянствовал дома. И жена все время ухаживала за ними, ставила на стол. И один из друзей, уже поддатый, говорит, слушай, ну ты не такая, как все жены. Все нас гонят, ругают за то, что мы выпиваем, собрались, а ты нам закуску ставишь, заботишься, убираешь со стола, там грязную посуду, чистую ставишь. Что-то это какая-то... Она говорит, знаете, я смотрю на вас, вы в ад идете, вы ж погибаете, еще немножко времени, вы умрете и пойдете в ад. Так вы хоть сейчас, хоть на земле, хоть чуть-чуть нормально поживите. Хоть чем-то я вам, чтобы вы хоть что-то доброе в жизни пережили, испытали. Знаете, послушали мужики и покаялись. Пошли в Бог. Чистая богобоязнь на житье. Но я хочу сказать, что есть вещи, которые являются нашими земными ценностями здесь на земле. Это наша жизнь. Хорошо, что мне нравится, когда братья проповедуют и говорят о реальной жизни вот здесь на земле. И вот брат упомянул, что здесь такси. Мы попали в другую жизнь в Америке. И мне не раз приходилось слышать, как братья в проповеди даже говорят, мы приехали сюда, чтобы научить американцев. Они тут уже, мол, совсем уже распустились. Показать им, как надо Господу служить правильно. В результате смотришь, у нас столько много, если не мы, то наши дети сделали много такого, что уже даже и стыдно перед теми американцами. Думаешь, приехали, только наследили. Знаете, а мне стало понятно однажды, я так сказал, Господи, а действительно, для чего мы сюда приехали? Вот для чего, Господи, вразуми меня. Вы знаете, Бог меня вразумил. Он мне сказал, что я привел вас научить жить в изобилии. Мы же думали, как? В изобилии любой проживет. Когда все есть, живи и радуйся. Вот скудости, и мы гордились своей способностью жить в скудости. Мы умели из ничего сделать все. из подсобных инструментов, из консервной банки мы врезали такие вещи, всякие приспособления. Мы научились в бетонную стену забивать гвозди, которые гнутся, а у нас лезли в ту стену. Ну, мы были мастера на все руки. Мы думали, мы во всеоружии, мы тут, мы все можем. А изобилия, когда всего полно, любой проживет, оказывается, не любой. Апостол Павел говорил, что я научился всему жить в скудости и жить в изобилии. Я думаю, что он там учился, пока не соприкоснулся с изобилием. И я понял, что перед нами большая ответственность на нас, перед Богом за то, как мы живем в изобилии. Или наш чулок пухнет, или наши вклады на небесах увеличиваются. Куда мы вкладываем? Чем мы живем? Я помню, один брат, он говорил, что, в проповеди, что есть люди, которые хотят жить на небе для Господа, а на земле для себя. То, я думаю, не похожи ли мы на таких людей? Есть вещи, которыми мы стараемся украсить себя. Вот здесь Петр говорит, женам говорит, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. Я помню, когда слышал многие проповеди, когда братья, ну, старались так, научить, что носить, чего не носить. Это тоже, оно имеет свою пользу, это наставление. Но я сейчас хочу сказать о другом. Я хочу сказать, я так начал размышлять, как-то думаю, интересно, не внешнее плетение волос. Как правильно понять? Это что, не надо волосы заплетать? Ну, сейчас модно среди молодежи, носить волосы не заплетая. Хотя все равно там тоненькие косички заплетают или еще какие-то, все равно есть плетение волос. Надо заплетать или не надо заплетать? Вы говорите, что да будет украшением вашим не внешнее плетение волос. Похоже, как не надо. заплетать. Не золотые уборы. Но от золотых уборов мы давно отказались, хотя только на словах. Вот, правда, когда Петр писал это послание, тогда не было таких вещей, как люрикс, знаете, блестящая ниточка в косыночке или еще что-то. То есть, золотые уборы, они все равно остались. Намного скромнее, может быть, чем раньше. Но они есть, присутствуют в нашей жизни. И женщины, это ее природа, женщины, украшать себя. Писание говорит, что там девица, она не забудет украшение свое. Это естественно, потому что женщина, которая следит за собой, она будет подчеркивать свои лучшие черты, а худшее будет стараться скрывать. Это естественно. И мужчины недалеко ушли, потому что стараемся тоже одеться покрасивее. Если усы уже в рот лезут, их подстригают. Если, не, правда же? Вот. Если волосы сильно длинные, мы говорим, брат, неприлично. Постриги свои волосы, выгляди прилично. И мы благообразим себя. Я думаю, или нарядность в одежде. У нас, я когда жил еще в Мариуполе, у нас была одна сестра, человек, которая пережила войну, была членом церкви, еще во время войны. И тогда люди жили очень скудно. И она всегда была такая, ну, ревнительница, чтобы молодежь там не одевалась роскошно. Ну, она старалась так. А я у нее спрашиваю, сестра Тоня, вот, вы войну пережили, сороковые годы. Вот, вы когда шли в служение, что вы одевали на служение? Она говорит, самое лучшее, что у нас было. Я говорю, правильно. И мы так само. Вот, все лучшее, что есть, и мы одеваем на себя. Ну, просто, вот, представление о лучшем у нас тоже разное, правда? Для кого-то лучше, это чтобы аж пупок было видно, а для кого-то лучше, наоборот, благообразно это покрыть. То, вот, здравость, вот этого понимания лучшего, она должна жить в наших сердцах. И если мы, люди Божьи, они случайные, и не залетные в церкви, то эти чувствования у нас будут обязательно присутствовать. Разве, как Павел говорит, разве только вы не то, чем должны быть? А если вы то, чем должны быть, то в ваших сердцах живет Дух Божий, который научит, и подскажет, обязательно подскажет вам, слушай, вот это не одевай, это неприлично. Я вот даже сегодня собрался ехать в церковь, за мной в отображение заехал, я так оделся, у меня была рубашка с коротким рукавом. Мне жена летом дает все время рубашки с коротким рукавом в дорогу. Я думаю, слушай, я же в церковь еду, полез в свой чемодан, выкопал вот эту рубашку с длинным рукавом. Думаю, хорошо, в церковь приличнее поехать с длинным рукавом. Я знаю, что вы меня, может, и не осудили бы, ну, дорожная ситуация, понимаете, но в моем сердце есть понятие о приличии, и оно не навеяно какой-то законностью. У меня есть желание угождать Богу, не послужить с облазном ты ближних. Вот сказано здесь, Петр говорит, да будет, да будет, это как бы на будущее, он уже вот с этого момента и впредь, вот я даю вам наставление, он говорит, да будет украшением вашим, не внешнее плетение волос, хотя их надо заплетать, но это мое понимание, не золотые уборы, они все равно присутствуют, и это нормально, но только когда без излишеств. или нарядность в одежде, это тоже нормально, когда в воскресный день человек оставляет все свои дела, одевает свою лучшую одежду, идет в церковь, прославит имя Господа. Аминь. Но, если мы думаем, что только это наше украшение, показаться в глазах людей и сказать, что смотрите, видите, какой я приличный, достойный человек, если мы только этим заняты, и это наша цель, мы глубоко ошибаемся. Помните, есть в псалмах написано так, Давид говорит, что Господи, «Если ты будешь обличениями наказывать человека за преступления, то рассыплется, как от моли, краса его». Знаете, вот это наша краса внешняя, когда люди на нас смотрят, какой приличный человек. Вот смотрите, какая у него улыбка приятная, как он вежливо разговаривает. А тут Господь подумает пророка и говорит, «Сын мой, если не покаешься, взыщу с тебя там и так далее». Человек такой красивый, благообразный, падает и говорит, «Господи, каюсь, виноват». Хорошо, если кается. Но когда человек в такое обращение, мы уже смотрим, «А я-то думал, такой приятный человек». А если Господь еще и преступление назовет, и все внешнее вот это, все, как мы себя благообразим, оно уже не сыграет никакой роли даже в глазах людей. Я уже не говорю о том, какими мы выглядим перед Господом. Наша краса рассыпется так, как будто бы ее моль пожрала, как одежда. Знаете, берешь ее, она расползается. Что такое? Моль поела. Моль. Вот так наша красота в глазах людей рассыпется моментально. Поэтому апостол Петр, он говорит об очень важных вещах. все это присутствует в нашей жизни. И нарядность в одежде, и плетение волос, и золотые уборы, все на своем месте. Но есть вещи, которые драгоценны пред Богом. И он говорит, что да будет, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте. Знаете, эта красота не истлевает. Вот моль, она все поживет, но этого не тронет. Она просто не достанет до этой красоты. В нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Бога. Братья и сестры, для кого мы живем, для себя, для брата Володи или Дмитрия. Пусть они оценят нашу красоту или нашу внешность и скажут, о, хороший брат, какая чудная сестра, как скромно одевается. А что в сердце? Есть написано так, что Бог не взирает на лицо человека. Я встречал братьев, которые проповедовали и спорили, говорят, взирает Господь на внешность. Но опять же, борьба за приличие в одежде. Ну, не написано так, что взирает. Написано, не взирает. Нет ему нужды на нашу внешность. Смотри, тогда, когда он сердце наше видит. Бог смотрит на сердце. И если в этом сердце нет вот этого сокровенного человека, кроткого и молчаливого духа, это уже относится, я хочу сказать, не только к сестрам. Вы думаете, братьям не нужен сокровенный человек кроткого и молчаливого духа? Еще и как нужен? Может быть, даже больше, чем сестрам. Потому что, когда собираются братья на братское, и найдется человек, у которого нету этого духа кроткого и молчаливого, знаете, не будет правильных решений, не будет согласия, будет вот так. Будет неустройство, будет мир, будут раздоры. Почему? А вот нету кроткого и молчаливого внутри, и оно все идет наружу. Конечно, нам нужно смотреть за своей внешностью, потому что мы живем среди людей, которые, в отличие от Бога, не видят сердца. Люди создали целые науки, психология и прочее, для того, чтобы попытаться по внешним признакам определять, что внутри у человека, чем он дышит, чем он наполнен, какие у него недостатки, к чему он имеет слабость, к чему он склонен. Это целая наука. По внешним признакам, по глазам, по поведению, по движениям определить, каков он. Богу не нужна такая наука. Бог сердцеведец. Он видит сердце человека, и для него важно, что содержится в сердце, потому что то, что в сердце, рано или поздно, оно выйдет на поверхность. Я помню однажды моя тетя со своей семьей, с дядей, естественно, и с детьми, они уезжали в Америку, мы их провожали. Я когда увидел там свою сестру двоюродную, я ее не узнал. До этого они всегда ходили в церковь, были очень так скромно одеты. На перроне она стояла на высоких, очень кабуках, короткое платье, облегающие фигуру, стройная девушка, с прической такой, чуть подкрашенная. Просто, знаете, у меня это осталось до сих пор в памяти. Я думаю, интересно, как человек поменялся в одну ночь? Оказалось, как потом, я так размышлял, знаете, Господь так мне, это не происходит в одну ночь. В одну ночь может покаяние прийти к человеку, когда Господь коснется сердца. А вот это, оно живет в сердце. И как только это сердце попадает в благоприятные условия, оно сразу вплескивает из себя свое содержимое. Иисус говорит, что даже уста, уста, они говорят, от избытка сердца. То, говорит, вырвалась, вырвалась, простите. Откуда же оно рвануло-то? Из сердца, из сердца. Это то, чем наполнено наше сердце. Наши улыбки однажды исчезают, появляются гримасы зла на лице. Откуда оно? А вот сердце переполнило, и уже сил лицемерить просто не хватает. Нету сил. И мы становимся самими собою, тем, что у нас есть сердце. Я хочу, прошу прощения, я уже, ну, хочу привести пример одного очень важного человека. Это Моисей, о котором Писание свидетельствует, что это был человек кратчайший из всех людей на земле. Кратчайший из всех людей на земле. Я думаю, это такое свидетельство, что вот более кроткого, чем он, на земле человека вообще не было. Вообще не было. Самый кроткий. Кстати, вы знаете, что такое кроткий? Ну, я скажу. Кроткий человек, это человек, в котором нету зла. Кротость и смирение, это разные вещи. Смирение, это когда человек умаляется, подавляет свое я, принимая то, что ему говорит Господь или другой человек, ну, в зависимости, с кем имеет отношение. А кроткий человек, это не злобивый человек, который не злится на ближнего своего, который всегда добрый. Вот такой был Моисей, очень добрый человек. Но однажды наступил момент в его жизни, когда он, ведя по пустыне, вот из Египта, ведет этот народ израильский. И они раз возроптали, другой раз вопиют, кричат, и что, куда ты нас завел? Я вот думаю, знаете, вот мы сильно похожи на израильтян, сильно похожи, потому что вот мы говорим о благословении, да? Благословение для нас это здоровье, это силик, это квартира, это дом, это таксы, когда их возвращают, а не платим, правда? Если платит человек, что это благословение, это же потери. О каком благословении речь? У нас представление благословения, это когда от нам, а когда от нас, это еще надо подумать. Или и вот израильтяне, они же тоже такие же самые были люди, они жили в рабстве, рабстве это было плохо, рабство. Они там делали кирпичи, тяжелые, изнурительные работы, их там били плетями, бичевали их, наказывали, постоянно угнетение, они этим тяготились. Но среди всего этого там были некоторые положительные вещи, у них были там разные виды продуктов, рыба была, чеснок, лук, дыни и прочее. И вот они выходят из рабства. Вы знаете, жизнь впереди, полна надежд. Рабство кончается, египтяне остались где-то сзади, вместе со своими бичами и плетями, вместе с палками и кирпичами, но там остались и огурцы, и дыни, и рыба, и чеснок. И куда они пришли? в пустыню. Ну хорошо, рабства нету, а что нам дает эта свобода? Есть нечего, ни гранатовых деревьев, ни плодов, говорят, даже воды напиться нету, мы от жажды умираем. Куда вы нас вывели? Да лучше бы мы там умерли. Мы знали, кто где похоронен, пустыня закопали, сами дальше ушли. Даже не знаем, где гробы остались этих отцов наших. И какая польза нам от этой свободы? И приходят мысли такие. Наверное, даже рабство было лучше, чем вот эта свобода. Я уверен, и нам точно такие мысли приходили бы в голову, если мы были там. А нам и сейчас подобные мысли приходят в голову, когда мы получили свободу от греха, а потом говорим, а где же благословение? и где благословение Божие? Ведь должно же быть дом полная чаша, ведь должно же быть во всем успех, здоровье до избытка. Куда это все девалось? Почему? Мы же верующие люди, почему мы болеем? Мы должны выглядеть лучше всех. Есть даже такие теории, и проповедуются так, об изобилии, о процветании и прочем. И люди, которые рассчитывают получать от Бога земные блага, они впадают в состояние непонимания, в состояние ропота и негодования, и ведут себя не лучше, чем те израильтяне. Да сохранит нас от этого Господь. Потому что мы получили свободу во Христе для того, чтобы жить с Ним в вечности. И земная жизнь, она имеет такое свойство, что мы входим в Царство Небесное скорбями, и в этих скорбях должны проявиться лучшее качество Иисуса Христа, которого мы приняли в свое сердце, как своего спасителя. И вот Моисей, он смотрит на этот народ от случая к случаю, постоянно впадающий в ропот, постоянно требующий каких-то для себя благ, вроде бы необходимых, конечно же, благ, ну как, воды нет, неделя и все, и все трупы. Но можно же было по-другому отреагировать, можно было прийти и сказать Моисей, давай попросим у Бога, он же нас ведет, пусть он даст нам воду. Бог же знает, что мы жаждем, мы умираем от жажды, не только мы, скот наш умирает, дети наши страдают. Это было бы смиренное отношение к Богу, перед Богом, просьба к Отцу. И Бог говорит, дальше, во второзаконии там Моисей описывает, говорит, что Бог, Он испытывал нас, через голод проводя, через жажду, через трудности, Он испытывал и желал увидеть наше к этому отношение, потому что в нашем отношении к жизни это наше отношение к Богу. И вот сам Моисей, он был посредником между Богом и народом. Бог говорил с ним, и он передавал Слова Божьей народу. И вот он много раз слышит этот ропот. И написано, они огорчили дух его. Вот этого кроткого человека, кратчайшего человека. Они уже его просто достали до глубины сердца своим непрерывным ропотом. Ропотом на Моисея и Аарона, ропотом на Бога. Он говорит, ну что я и Аарон? Вы ропщите против Господа, не делайте этого. И вот однажды они этот ропот, он достиг до глубины его сердца, и он огорчился. Огорчился за Бога. Вы понимаете? Вот он ревновал о Боге. Он хотел, чтобы люди поняли Бога. Он хотел, чтобы они ему покорились, чтобы они смирились перед Богом, чтобы они полюбили его, оценили его. И вот, знаете, вот эта даже ревность по Богу, она произвела огорчение в его сердце. и Моисей, огорчившись, приходит к Богу, и Бог говорит, повели им, повели этой скале, чтобы она дала воду. И Моисей в огорчении сердца выходит к народу, и уже не в кротком состоянии, как это было прежде, многократно, он говорит, вы непокорные, разве из этой скалы вам извести воду? И бьет по скале жезлом. Некоторые говорят, что он не должен был бить по скале, потому что скала это Христос, образы выводят, но не говорится в Писании нигде, что вина в том, что он ударил именно. А вот то, что он устами погрешил, об этом говорится. И грех устами и зашел от огорченного сердца. И Господь говорит Моисею, вода потекла, люди напились. А Господь Моисею говорит, за то, что вы с Аароном не поверили мне, не поверили мне, и не явили святость мою перед народом. Зато вы не войдете в землю, которую я пообещал. Думаю, Господи, а те, что он тебе не поверил, что он сделал не так. Я хочу сказать, что мы с вами народ святой, особенный народ, призванные в удел Божий, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. И вот в нашем представлении слово святой это безгрешный, непорочный, невиновный, святой, чистый. Но я хочу сказать, что слово святой, оно имеет еще такое значение, что это не такой, как все. Вот ангелы на небесах, они провозглашают свят, 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 а ангелы что, не святые? А они говорят, что вот они небожители, они там живут на небе, они там все святые, но Бог свят, свят, свят. И они сознают, они в присутствии Божьем находятся, и они сознают, что Бог, Он не такой, как они даже. Вот Он непредсказуем, непостижимый, и они, видя Его премудрость, видя Его превосходство над ними несоизмеримое, они говорят, Он не такой, не такой, не такой, не такой, как мы. Хотя мы стараемся Ему во всем подражать, во всем Ему угождать, Он не такой, как мы, Он не такой, Он недосягаемый, Он, это вообще отдельная личность, которая притягивает нас всех к себе, своим превосходством, но мы так не можем достигнуть Его. Вы знаете, вот Он, а еще святой, это отделенный, тоже вы знаете, то вот Он отделил нас, осветил нас, то есть отделил от мира, сделал нас своими, назвал нас сынами и дочерьми и сказал, вы должны жить не так, как другие, вы не такие, как этот мир, вы не должны так поступать. Моисей имел назначение перед народом, перед народом Божьим, являть святость Божию, Моисей должен был быть не такой, как весь народ, который роптал, который не понимал, который не знал воли Божией и так далее. Моисей был особое лицо. Бог говорит, я с ним говорю лицом к лицу, я с ним общаюсь непосредственно. То вот Моисей перед людьми, он был носителем славы Божьей, он был носителем Божьей святости, и он должен был точно как Бог не раздражаться на людей. Он должен был дать им, как Бог, воду из скалы, а суд и гнев он должен был это отдать в руки Божьей. Бог наказывал их, но прежде чем наказать, он всегда давал им, даже на ропот ихний, он давал им, воды, надел вам воды, перепелов, надел вам перепелов. Только потом они страдали от того, что они роптали, и Бог сам с них взыскивал. Братья и сестры, дорогие мои, Господь, родив нас свыше, поселил у нас в сердцах вот этого человека, сокровенного сердца человека, у которого есть своя нетленная красота, кроткого и молчаливого духа. Это не привилегия одних жен, у которых это есть, о которых тут написано. Это дано и мужьям, и детям нашим. Это приходит в Духе Святом. И Господь желает, чтобы мы являли эту красоту и Дух перед другом, и перед этим миром. И когда мы не являем Божью святость, не являем вот этого кроткого и молчаливого духа, огорчается Господь, огорчается больно Ему, что Он нас с вами поднял на такую высоту, которая не знает этот мир. Он дал нам такие ценности, которых не имеет этот мир. А мы даже по ревности по Боге бывают, вот как Моисей. Вроде бы цели праведные, вроде бы ревность по самому Боге, а мы все равно не имеем на это права. Он желает, чтобы вот эта красота сокровенного человека, она светилась в нас и чтобы это в наших собственных глазах, в наших глазах было самой истинной, настоящей красотой и ценностью. Говорит, вот это в ваших глазах, пусть это будет настоящим украшением. Не то, что мы внешне носим, не то, что мы внешне себя стараемся облагообразить и показать себя перед людьми, какие мы достаточно скромные или достаточно нескромные, но красивые, или же мы как-то умеем красиво заплести или рассказать. Не это красота, хотя это тоже красота, но есть красота несравненная, превосходнейшая над всем этим. Это сокровенный сердце человек. Я так думаю, Господи, а как же он будет открываться, этот сокровенный человек, если он кроткий и молчаливый? Говорят, даже глупый, да, вот написано, если он молчит, может показаться мудрым. В том-то и дело, что если мы глупые по природе, а внутренний человек сокровенный наш говорит, молчи, ничего не говори, и мы ему слушаемся и молчим, мудрыми становимся. Чудеса происходят в нашей жизни. Говорят, да я этого человека знал по миру, он был, никто его не уважал, другими словами. Он был такой неразумный, а сейчас смотри, какой-то он такой ведет себя по-другому, не болтает лишнего, говорит только по делу, если говорит. И вы знаете, вот в этом и начинает проявлять себя наш сокровенный человек в своей нетленной красоте. Оказывается, что много из того, что мы говорим, вообще говорить было не надо, потому что оно потом принесло очень горькие плоды, потом приходят к тебе разбираться и спрашивают, это ты говорил? Да я совсем не так, я не то имел в виду, не знаю, что ты там имел в виду, будешь отвечать. И человека притягивают к ответственности. Это почему? Потому что вот того кроткого и молчаливого духа не проявил, не послушался его, а от избытка сердца, заговорили наши уста и натворили много зла. То я призываю вас и себя в первую очередь, братья и сестры, чтобы нам дорожить той ценностью, которую мы получили от Господа. Пусть она будет нашей самой главной красотой, чтобы оно было ценимо нами, и чтобы оно проявлялось и этим наполнялась вся наша жизнь. Вы знаете, многое то, чем мы дорожим в этой жизни, оно просто отойдет за ненадобностью. Многое то, к чему мы стремимся в этой жизни, на что тратим силы, здоровье и самое дорогое время. Мы поймем, насколько оно вообще-то не нужно нам. И на первое место выйдут настоящие ценности, которые дарованы нам самим Господом. Аминь. С поем «Где нет гроз не мучен страх». Эту гроз не мучен страх, превыше звезд на небесе. желанный желанный и мир красот в краю роддом спасенных ждет. О, вечный дом, где радость и свет, о, вечный день, где вечера нет. Господь зовет, и мы идем, любовь ведет нас вечный дом. О, вечный дом, где радость и свет, о, вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем в небесный дом. В небе темной ликует хор, течет река живой воды, там чисто той сияет зон, награда ждет за все труды. О, вечный дом, где радость и свет, о, вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем, любовь ведет нас вечный дом. О, вечный дом, где радость и свет, о, вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем в небесный дом. Наш день сойдет светлей, наполнит Бог волною в небесный своих родных, своих друзей, мы там найдем удах в небесном. О, вечный дом, где радость и свет, нет, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем, любовь ведет нас в небесный дом. О, вечный дом, где радость и свет, о, вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем в небесный дом. Присаживайтесь. Я сегодня имею слово от Господа и буду говорить на тему «Будь верный». Я хочу поделиться с вами своими переживаниями, как вообще это произошло. На прошлой неделе брат Дмитрий подзвонил мне и сказал, что брат, ты будешь проповедовать в это воскресенье. Я его просил, брат Дмитрий, молитесь, я буду молиться, чтобы Бог дал слово от Господа нужное. И вы знаете, просто проходили дни, обычно утром, когда я еду на работу, молюсь, и в этот день вечером было особенное Божие посещение. Я пережил благодать, я молился, даже я предстал уже предначальника, слушаю, я не успел там глаза свои протереть, как положено. Да, но это не важно. Я четко услышал слово от Господа, говори на эту тему, о вере. И я прочитаю из книги пророка Даниила, из первой главы, с третьего стиха и ниже написанного. И сказал царь Асфиназу, и сказал царь Асфиназу, начальнику Евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видов, понятливых для всяких наук, разумеющих науки и смешленных и годных служить чертогах царских, и чтобы научили их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил и велел воспитывать их три года, по истечении которых они должны быть, предстать пред царем. Даниил положил в сердце свое мне оскверняться яствами со стола царского и вином, который пьет царь. И потом упросил начальника Евнуху о том, чтобы не оскверняться ему. Если мы хотим найти интересные, зафатывающие истории в Слове Божьем, то открывайте книгу пророка Даниила. Эту книгу пророка Даниила я очень любил в детстве слышать, как читал ее отец, а потом уже сам ее перечитывал. Потому что здесь говорит Слово Божие очень серьезные вещи. И если это сказать таким нашим языком, то здесь много экстрима. Почему? Потому что люди, которые были княжескими детьми, которые были из рода царского во время пленения на уходоносором, они попали в дворец царский. Снова царский дворец. Но только это было другое положение. Там уже не был отец, там не было мамы, там не было своих учителей, которые их учили. Там не было утешителей, которые были от самого детства с ними, там не было прислуг, там были другие люди, другой язык и чужая обстановка. И эти люди, которые сами по себе, они были из аристократического рода. Ну, до нашей эры, после, в новой эре, вы знаете, кто такие аристократы. это те люди, которые жили в таких семьях, где примерно, ну, несколько сот лет их не предки, они были правителями. И это были особные люди. И вот эти люди попадают в чужую страну, и получается, они должны исполнять то, что им повелевает. И вы знаете, когда я читал эту книгу, ну, буквально вот сегодня, еще раз перечитывал, я сделал маленькое такое заключение. Я хотел бы вас спросить, и вместе с тем ответ здесь понятен из Слова Божия, из этой книги. А как вы думаете, из чего начинается верность? С послушанием. Христос говорит, что верный в малом, верный во многом. Даниил в свое время, он начал свою верность, знаете, из бобов. Ну, здесь написано, что они овощи попросили, попросили Евнуха, начальника, а потом уже того представника, который был с ними, и они ему сказали, мы не будем оскорняться, друзья мои. Этот молодой человек, который попал в эту обстановку, у него был другой духовный мир. Он воспитывался в строжайшем исполнении Божьего закона. Если мы читаем книгу пророка Иеремии, то мы находим, что именно этот княжеский род, он в свое время, когда притесняли Иеремию, эти князья, они вступились за Иеремию, тогда, когда он пророчествовал, что Иерусалим будет разрушенный, что храм будет разрушенный. Почему? Потому что они в некоторой мере также верили откровениям Божьим и тому, чему учил Господь в Слове Божьем, в Законе Божьем. И вот эти дети, в которых было вложено это познание о Боге, особные люди, красивые, разумные, не имеющие недостатка, друзья мои, а в них еще, помимо всего этого, был Божий страх. И была верность. И эта верность, она начиналась из этой пищи, из овощей. Ни о ком не сказано, даже не о Сидрахе, Месахе, я не знаю, но именно о Данииле сказано, что Даниил положил в сердце своем, чтобы не оскверняться от яств царских. Конечно, у евреев была своя пища, они до сих пор кошерные принимают в пищу. Они не принимали в пищу мяса от нечистых животных. Это были особенные люди. И когда им назначено с царского стола, друзья мои, ну, вы знаете, я здесь вот такой пример привожу и в семье иногда своей говорю. Знаете, там те люди, которые жили, ну, богатенько жили, они там языки кушали, ну, такие всякие деликатесы, балочки и все остальное, да? Ну, мы тоже так чуть-чуть пробовали, но у нас оно каждый день не было. Так вот, получается, евреи, которым было бы прекрасная возможность. Теперь питайся от царского стола. Слушай, там такие яства. Это уже, ну, та же не вирусалиме. Да, тут все для вас. Три года. Питайтесь, учитесь, будьте разумными, потому что вы предстанете перед самым новогодносным владикой мира. Вы предстанете. Но, друзья мои, там был Бог страх, там был Божий страх в Данииле. И он в его разуме различал, где зло, где добро, где свято, а где нечисто. И самое первое, он положил в сердце своем не искверняться. Ну, положил, то положил, а как это претворить в жизнь? И Бог им помог претворить это в жизнь. Этот человек взял на себя риск, сделал испытания над ними в течение десяти дней, посмотрел, что ребята хорошие, красивые, бравые, они худеют, поправляются, нормально, все. Даниил оказался верным. Друзья, ну, это еще не все, это еще не все, это целая жизнь. Даниил, который пережил четырех царей, и второе испытание, это на ухо Доносеру приснился сон. А знали за Даниила, что Бог ему дает понимание, что он может толковать сны. Но в этот раз Даниила не позвали, позвали мудрецу, мудреце, разгадайте. Ну, мудреце говорит, какая проблема? Скажи сон, и мы скажем значение. Та нет, проблема в том, что я ее забыл. Ну, то царь, то ты требуешь невозможного. Но, говорит царь, вы хотите выиграть время. Если вы скажете мне, какой сон, тогда вы скажете и значение. А если нет, ребята, под нож. Но, друзья мои, знаете, что печально, что под этот меч попадает Даниил. И тут уже не просто шутка, ну, с пищей дело. Тут ищут Даниила. Уже все, уже собирают эти семьи, ваши дома в развалины, семьи ваши в куски изрублены и все. И Даниила ищут. И Даниил набирается смелости, и он пошел и упросил царя, дай мне время. Друзья, ну, если бы он упросил царя, хорошо, мудрый человек, нашел подход, еврейский, положительный мальчик, нашел, как говорит, царем, разъяренным царем. Хорошо. Но это все нет. Друзья мои, он знал живого Бога, он был научен истине Божьей. И он идет к своим товарищам, Сидраху, Месаху, и Динаму, а теперь, говорит, наше время, а теперь давайте просите милости у Господа. Друзья мои, что произошло? Милость от Бога пришла. Даниил говорит, все, я уже имею ответ, ведите. И этот телохранитель ведет царю, говорит, я нашел. Знаете, человек что-то понимал, что теперь уже царь будет довольный, злоба утихнет, я нашел. А в итоге то не он нашел, а нашел Даниил своими товарищами. Так у них написано. Это первый раз здесь в Библии говорится о товарищах. Хорошие товарищи были. Умели взыскать Господа, выпросить и предстал Даниил пред царем. И он рассказал ему сон. И науходоносор просветлел. Ну, теперь значение, вот тебе и значение. Ну, Даниил, и раз так, то ты уже теперь над областью Вавилонской. Друзья мои, вы себе представляете? Поучились, побыли там в царстве науходоносора. Уже за короткое время уже Бог этих людей туда в управление. И Даниил понимал, что он не такой человек, как об этом он говорил, что это, говорит, это не я, это Господь Всемогущий. А также понимал, что его товарищи помогли ему. Он упросил царя обратно, умеет, да? Он упросил царя, слушай, я тут при дворе встануся, пусть эти мои товарищи, пусть они будут над делами страны Вавилонской. Ну, хорошо, согласился. Друзья мои, смотрите, дальше Бог испытания проводит. Ну, такой великий человек, науходоносор, такой получил сон, такое вразумление, ответ, тут он Бога прославил. Ну, халдей же, ну, что вы с него возьмете? Истукан то приснился, значит, он должен истукан построить. И построил ее уже не так, как в сне было, что там частью железной, частью медной, частью там был глиняный, но он ее построил золотого, не только голова золотая, весь истукан золотой, весь. И построил его вышиной 60 локтей. Но, если один метр два локтя, ну, примерно такая мера. Так это вы себе представляете, да? 30, сосна такая стоит на поле Диера. Ну, и теперь давайте сюда поклоняться. Но поклоняться не рабов же, не там кого-нибудь серых, не одетых правильно, а тех, которые нормальные люди, воспитанные при царе, при дворе, со всех стран, где, откуда они были, и также из области Вавилонской. И там уже в Сидрах, Месахе, Евдина. Там уже для них испытание. Друзья, я понимаю, что вы очень глубоко и хорошо знаете все эти истории. Но я хочу сегодня обратить некоторые моменты. Что же важного было? Почему? Потому что Даниил, начиная от бобов, от овощей, он дошел до царя Владыки. Он говорил с Гавриилом, он ходатайствовал за народ. Как же это было, друзья мои? Это было непросто, это было поступение. Его верность, его преданность Богу. И Бог дает заступничество Сидраху, Месаху, Афгдинагу. Науходоносор видит четырех в печи, только уже веревки погорели, больше ничего. Выходите, кто же вы? И он прославил Бога Пресносущего и сказал, что если кто-то обидит этого Бога, Сидраха, Месаха, то будет большое наказание. Снова науходоносор приснился, но на этот раз уже не истукан, истукан уже все, отменен, уже не поклоняется. Дерево, что же за дерево? Обратно Даниил предцарем. Вы себе представляете, легко было Даниилу там быть предцарем. Вот это дерево, значение сна его, Бог открывает Даниилу. И когда Даниил услышал сон, который рассказал науходоносор, написано, что он час был в изумлении и ничего не говорил. Ну, вы картину себе представляете, да? Царь, который повелитель, народы под ним, целый час, целый час, никакого ответа. И в конце концов науходоносор говорит, Даниил, что ты смущаешься? Говори. И Даниил говорит, слушай, твоим бы врагам этот сон и его значение. И открывает им. И не только открывает, друзья мои, этот первый царь, могущественный, сильный, под которого, казалось бы, пошел Даниил под его управление, друзья мои, но не так было. Были моменты, когда он падал, Даниил, когда науходоносор падал пред Даниилом. Друзья мои, этот царь, который ходящий гордо, в свое время, он стоял в своих чертогах, говорит, не этот ли Вавилон величественный, который я его построил. Друзья мои, это было действительно чудо света, подвесные сады, водопроводы, цивилизация. Это был город мира в то время. Это я построил. И в это самое время голос царства отходит от тебя на семь времен. Когти, как у птиц, волосы, как у льва, отлученный от людей, уже нет разума, нет ничего. И пришло время по слову Даниила, который Бог ему открыл. Говорит, мой разум снова просветлел. И он прославил Бога, и говорит, превозношил пресносущего. Друзья мои, Даниил дальше идет по жизни. В стране халдеев царь Валтасарь. Тот же сын царя Науходоносора, который несет такое же имя, как и Даниила Науходоносор назвал. Он пил вино. Он взял сосуды из дома Божьего. И в этот самый день Бог сделал ему приговор. Даниил Даниил снова открывает волю Божию. И тот царь, у которого коленки трусились, который мог дать любое повеление, Даниил стоит перед ним и говорит, ты знал своего отца, ты знал, что он сделал, что Бог сделал с ним. Тебе надо было бы почтить Бога, царство твое. Оно отнимется от тебя в эту ночь. Друзья мои, казалось бы, какая смелость. Но это не просто смелость, это Божье определение. Царь Дарий и царство Медийское зафетило царство Павелонское в ту же самую ночь по слову Даниила, который Бог открыл. Друзья мои, если говорить о царе Дарии, Даниил живет. Слушайте, не овец пасет, нет, он снова во дворе царском, он там. Дарий разумный человек, он оставил всех правителей, которые он посчитал нужны, в том числе и Даниила. Друзья мои, но тут Бог испытывает его. И Давид в который раз снова встает в опасности, потому что сатрапы, которые видели его мудрость, способность, которые видели в нем, что в нем живет Дух живого Бога, они пришли к царю и сделали совет и сделали заговор, по которому у царя другого выбора не было. Даниила нужно было опустить туда, в львинный ров. Друзья мои, и вот Даниил там в львином правову, но там не он один, там Божья слава, там Божья ограда. Я думаю, что там наверное не один ангел охранял и ограждал его. И поутру Дарий бежит и говорит, Даниил, слабым голосом, Бог, которому ты слушаешь, мог ли спаси тебя от львов? царь Дарий вовеки живи, Бог, которому я неизменно служу, Он сохранил меня. Почему? Потому что я и тебе верно служил и ничем не оказался виновным. Поднимает, поднимает Даниила. Друзья, я уже не буду говорить, что там было с теми, которые этот заговор сделали, вы знаете. Друзья мои, Даниил, который живет дальше в этой стране. Имея мудрость от Господа, имея откровение от Господа, пророк Даниил по истечении семидесяти лет, он нашел по книгах, в книге пророка Иеремии, что 70 лет исполнилось. Друзья мои, исполнилось 70 лет, что же дальше делать? Ну, люди там, евреи, так прижили, что многие из них не вернулись. Как мы здесь в Америке. Строили сады, как им Господь сказал, что вы там разводите сады, что вы живите здесь, потому что молитесь за благосостояние города, то при этом благосостояние вам будет хорошо. Даниил не в том положении, чтобы только быть в благосостоянии и чтобы тишина, чтобы мир был, казалось бы, уже в округе. Все, уже никто в львины и ровный кинет. Даниил над всеми. Чуть-чуть ниже Дария. Все. Это Божье определение. Это из Божья народа. Это благословенные мужи. Даже во время пленения они совершали величайшую работу в этих государствах. Друзья, и в нем Бог заговорил. Даниил, время пришло. Ходатайствует за народ Божий. И он начинает молитву. И он начинает просить Бога. Господи, время исполнилось. Согрешили мы. Мы сделали беззаконно. Мы поступили. И он молится пред Богом. Исповедует свои грехи. Грехи Божьего народа. Приносит пред Богом, друзья мои. И вы знаете, что он получает ответ? Получает ответ не только об избавлении. Он получает ответ о седминах. Он получает ответ, что в конце 62-й седмины будет предан смерти Христос. Получает ответ, что не только народ израиль возвратится, но придет время, когда придет освобождение, спасение для всей планеты, потому что придет Христос, который отдает жизнь за всю землю, за всю планету земля. Слава Богу! Друзья мои, Бог выбирал этого человека. Было время перед пленением, когда Бог через пророка Иезекииля сказал, что Я искал человека, который бы стал в проломе, но Я не нашел. Друзья мои, Израиль был поведен в плен. Конечно, это было Божье определение, это были седьминные, эти юбилейные годы, которые они не отмечали, это земля, которая никогда не отдыхала. Они пошли туда на семьдесят лет, чтобы земля успокоилась, бурьянами заросла, силы набралась. Бог так сделал за храни народа Божьего, друзья мои, но Бог искал, искал себе человека, и он нашел Даниила, который не только мясо не ел, а который стал верным Богу на все сто процентов своей жизни. Но если что-то было не так, то написано о нем, что он также исповедовал свои грехи и молился пред Богом. Я прочитаю еще одно место, это из книги второго послания Тимофею. Апостол Павел обращается к Тимофею, к своему ученику. Вторая глава, второе послание Тимофея, с первого стиха написано. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были, которые были бы способны и других научить. и так переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давида, читаю чуть дальше, воскресшего из мертвых по благослованию ему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божьего нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы они получили спасение в Христе Иисусе с вечной славой. Верно Слово, если мы с Ним умрили, то с Ним и живем, если терпим, то с Ним и царствовать будем, если отречемся, и Он отречется от нас, если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Слава Богу! Сегодня брат предыдущий много сказал для сестер, но также для братьев. Я сегодня хочу обратиться к вам, молодые братья, мужи в средних годах, братья постарше, которые уже смотрите в небо. Время пришло, чтобы пойти туда, чтобы соединиться с Господом. Не я это время определяю, друзья мои. Никто не знает, кто, кому сколько Бог назначил, но у Бога все расписано. Я хочу сегодня обратиться к вам, дорогие мужчины. Господь сегодня ищет верных к себе. Бог когда-то в свое время нашел верного Даниила. Для меня было очень приятно, как в один из новогодних дней моя племянница написала мне text message и дала разные пожелания, где она сказала, что будь верный как Даниил, будь сильный как Моисей и так дальше. Перечисляла мужей. Друзья мои, я сегодня хочу обратиться к вам, что Бог сегодня ищет себе верных людей и Господу. Среди этой жизни, среди каждодневных забот, среди той обстановки, в которой мы спешим, просто мы рано поднимаемся, крепко работаем, возвращаемся домой, уже уставшие, и снова каждый день много забот и много всего. ищет себе Господь верных. Друг дорогой, брат дорогой, в средних годах, может тебя какое-то испытание настигло, что-то постигло тебя, семью твою, может быть какая-то болезнь пришла, может быть какие-то обстоятельства пришли. Я хочу сказать тебе сегодня, в первую очередь, ты должен помнить, что Бог испытывает тебя, и он хочет сделать тебя верным Господом, верным как Даниил, как апостол Павел, как Тимофей. Друзья мои, апостол Павел обращается к Тимофею, к своему ученику и говорит, что то, что ты слышал от меня, ты помнишь о Иисусе, сыне Давидовом, который был засвидетельствован Ною, то, что ты помнишь, то, что ты слышал от меня, передай это верным, чтобы они были способны и других научить. Друзья мои, что мы можем сегодня в нашей жизни, друзья мои, из нашего опыта, из нашей жизни, что мы можем передать сегодня молодому поколению, что мы можем передать, сегодня нам задает Бог вопрос, насколько ты верен Господу, насколько ты верен, написано в Слове Божьем, будь верен до смерти и дам тебе венять жизни. Друзья мои, ну никто нас сегодня на смерть не влечет. Мы ж сегодня живем в то время, как брат сегодня проповедовал, в благополучии, в изобилии. Ну, хотя нам нелегко, хотя мы даже можем старшим людям в некоторой мере, ну, ну, да, но вы, братья, прожили, мы тоже здесь кое-что переносим, живем, трудимся. Ну, мы не пустые слова говорим, мы говорим то, что есть, и нас, старшие люди, я думаю, что понимают. Но важно, что, что Бог сегодня хочет, помимо всего того, что мы живем, Он хочет видеть нашу верность. Апостол Павел в конце своей жизни, когда уже он находился в заключении, в испытании, он передает этому верному служителю Тимофею, он говорит, что ты же верных найди, передай им, передай то, что я тебе научил, и ты передай им, чтобы они были способны и других научить. До нас сегодня достигло Слово Божье. Господь сегодня ищет тебя и меня, как верного Даниила, как верного Тимофея, чтобы исполнить его святую волю и послужить ему, и узнать его волю Божью, что мы должны сделать в своей жизни то, что хочет от нас Господь. И в конце этой проповеди я хочу обратиться к тем, в которых, друзья мои, я могу себя включить, и вы себя можете включить. Но посмотрите, что, что говорит Господь через апостола Павла. Если терпим, то с ними царство будем. Если отречемся, он отречется от нас. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо от себя отречься не может. Оказывается, за верность Бог заплатит. Оказывается, придет время, когда за твою верность, за твое упование, когда ты имел, имел просто способность от Господа получить ответ, когда, может быть, жена твоя в каком-то положении, ну, может быть, в каком-то отчаянии, может быть, дети твои, может быть, какие-то обстоятельства, а ты верный Господу, получивший ответ от Господа, ты мог сказать своей семье, не бойся, семья дорогая, Бог нас проведет, мы пройдем это испытание, мы пройдем, мы будем верны Ему. Может быть, идя по жизни, Бог испытывает нас каждый день, в наших мелких обстоятельствах жизни, и Господь ищет верность, может быть, это такая мелочь, как это было, когда ты у Даниила, но не хотел он мясо кушать, но не хотел, но никто же нас сегодня не запрещает, нам говорят, слушай, там не кушать свинины, или там, ну, есть умные люди, они там, знаете, они витамин кадр посещают, они холлфуд, в том магазине, в дорогеньком, скупают, скупляются, знаете, там хорошие вещи, органики, там все такое, друзья, но я не об этих вещах, я не об этих вещах, Даниил, вместе с своими товарищами, он положил, что они будут бобы кушать, овощи будут кушать, это не потому, что им так хотелось, ну, мы же такие особенные люди, да это почему, потому что они боялись Господа, они боялись нарушить волю Божию, друг дорогой, брат дорогой, я тебя сегодня умоляю, Бог тебя каждый день испытывает на твою верность, насколько ты верный Богу, насколько ты ее любишь, насколько ты исполняешь заповеди Божьи, насколько ты слушаешь голоса Духа Святого, который говорит тебе, мужчина, ты же уже 40 лет тебе, 30 лет, не делай этого, слушай, по слову Божьему так не положено, так нельзя, если ты сделаешь это, тебе снова этого захочется сделать, что-то неправильного, греховного, как ты слушаешь Слово Божье, верен ли ты, как Даниил, в трепете пред Богом, в трепете пред Богом, а если печь, раскаленная в 7 раз, эти мужи стоят пред царем полный рост и говорят, что не имеем нужды тебе отвечать, царь, ты нам такой фейвор даешь, такую возможность, абшн такой, что вот для тебя спешл, мы сделаем, еще раз построим всех людей, еще раз музыка заиграет, только поклонитесь и живите, они говорят, нет, нет, мы не имеем нужды, тебе даже отвечать, царь дорогой, потому что мы служим живому Богу, который может спасти нас от этой раскаленной печи, а если даже этого не будет, то все равно твоим Богам и твоему золотому истукану мы поклоняться не будем, о, друг дорогой, я знаю, что Дух Святой сейчас проверяет твое сердце, Бог говорит тебе, Бог говорит и напоминает, сколько раз ты нарушил волю Божию, сколько раз ты не оказался верным Богу, Бог говорит мне, тебе, ищет тебя, Господь, ищет тот человека, который будет ему верным, чтобы переносил в жизни, как добрый воин воинствовал, так здесь слава Божия, говорит Тимофею, как добрый воин, друзья мои, это отдельное слово, что же это за добрый воин, с мечом, с вооружением, совсем на свете, да, а он, как добрый воин, идет и воинствует, да, есть такой добрый воин, Корнили и другие, которые так служили Богу, что до них ангелы явились, друзья мои, какой сегодня я и ты добрый воин, как мы сегодня воинствуем пред Богом, я сегодня хочу обратиться к вам, дорогие братья и сестры тоже в том числе, если в твоей жизни ты нарушил волю Божию, ты не оказался верным Богу, знаешь, что в следующий шаг происходит, дьявол хочет тебя убить, забрать твою жизнь духовную, забрать даже телесную, он хочет поубить тебя, но есть Бог, который апостол Павел говорит, что если мы неверные, он остается верным, почему? Потому что от себя отречься не может. Друг дорогой, сегодня Бог тебе представляет шанс, прекрасная возможность, приди к Нему, приди к Нему и скажи Господи, может быть, в который раз я отходил от тебя, в который раз я нарушал твою святую волю, но если у тебя такая сильная любовь, что это за слово? От себя отречься не может, Бог не может отречься от своей любви, величайшей любви, за которую, через которую Он послал Сына Своего Иисуса Христа в уместоление за всю планету, за все человечество. Он не может отречься от своих страданий, Он не может отречься от своих слов, Он просто призывает тебя сегодня, Он говорит тебе, приди сегодня, признай свою вину, взыщи меня, я твой, не возлюбил тебя, я отдал жизнь свою за тебя, чтобы подарить тебе спасение, чтобы ты, страдая, переносил искушение, как добрый воин, и чтобы ты царствовал на небе с Господом. Слава Ему! Аллилуйя! Дух Святой на этом месте, друг дорогой, Он призывает тебя, я просто прошу тебя во имя Господа, я тебя не принуждаю, но если в твоем сердце сегодня Бог заговорил, что ты хочешь быть как добрый воин, что ты хочешь побеждать, что ты хочешь быть верным, как верный Даниил, приди сюда, мы вместе помолимся, а если я этого не можешь сделать, я просто умоляю тебя, там на месте, где ты есть, или придя в свою комнату, или когда ты едешь в твоей машине, где ты есть, расскажи Богу о твоих падениях, расскажи, исповедай твой грех, приди к Богу, смирись пред Ним и скажи Господь, если ты такой любвеобильный, что ты не можешь отречься от меня, то я прихожу к тебе, к милующему Богу, помилуй меня и дай мне новую жизнь в Иисусе Христе, чтобы я страдая исполнял волю Твою и вместе царствовал с Тобою. Аллилуйя! О, церковь дорогая, я хочу царствовать с Богом. Я верю, что вы искупленные дети Божьи, вы хотите царствовать с Богом, а нам, друзья мои, на этом месте, живя на этой земле, многое нужно пройти, многое нужно пройти, и что ищет от тебя и от меня Бог? Он ищет победы от тебя и от меня, Он ищет верности, чтобы ты не только получил спасение, но чтобы ты царствовал с Ним и получил награду у Бога. Аллилуйя! Слава Иисусу! Друг дорогой, если тебя коснулся Господь, иди сюда бы вместе молиться, иди бы им взывать Богу. Бог остав помиловать тебя сегодня, просить тебя, изменить твою жизнь, повернуть от тебя, Он с тобою, только сделай свое решение, и Он даст тебе милость от Господа. Во имя Иисуса Христа встанем, помолимся. Святой Бог, я верю, Господь, что ты сегодня коснулся сердца народа твоего. Я верю, что ты, Господь, видишь сегодня, видишь сердце, ищешь тебя, видишь и любишь твой народ, видишь твое наследие, видишь приходящий к тебе, любишь твой народ, ты не можешь отреться от своего наследия, ты не можешь отреться от своих страданий, ты не можешь отреться от своей любви. Господь, во имя Иисуса, косись сегодня, слава твоей Рафлабы Дарабарагейшу, косись и дай прощение, дай освобождение, дай Господь, Боже, победу сегодня тем, который ищет тебя, который желает исполнить твою волю и достигнуть вечно небесное царство. Дух Святой, дай победу сегодня! Дай победу сегодня! Дай победу сегодня! Дай упование и веру! Дай Господь Божий прибегнуть тебе всем сердцем, взыскать тебя И сказать, мой Бог, я отдаю себе снова, сесела на служение, проси меня, помилуй меня, дай мне новую жизнь для славы Твоей во имя Иисуса. О, Дух Святой, Дух Святой, трудись сегодня, трудись сегодня в Твоем народе, трудись сегодня, касайся сердец. Давай победу Твоему народу, давай победу и веру, упованье на Тебя, давай во имя Иисуса. Ты Святой Бог, Ты Святой Бог, Ты Сердцевидец, я умоляю Тебя, я упрощаю Тебя, мой Господь. Пошли в силу, пошли в силу, Святого Духа, для победы над грехом, над всем ненужным в жизни, дай победу от Тебя, во имя Иисуса народу Твоему, для славы Твоей, для славы Твоей, для той верности, которой Ты хочешь видеть в Твоем народе, во имя Иисуса, Божий сил благослови. Господь, дорогой, мы возносим Тебе эту молитву. Господь, я верю, что Дух Твой Святой коснулся сердец сегодня, что Ты работаешь, и Твое Слово, оно проникает до разделения души и духов, составами мозгов. Оно судит намерение, помышление, сердец, и Ты сегодня, Господь, трудился Твоим Святым Словом и Духом Святым. Слава Тебе! Я прошу Тебя, во имя Иисуса, Господь, народу Твоему, кто ищет Тебя сегодня, дай твердое желание, Господь, стать твердо на путь Твой Святой. И дай силы, Господь, дай силы искать помощь у Тебя и милость у Тебя, и самому быть верным, прилагать усилия старания, служить Тебе от сего сердца, исполняя волю Твою и заповеди Твои для славы Твоей во имя Иисуса. Господь, если кто-то оказался неверным, Господь, и никто это не знает, может быть, только жена, может быть, только Ты, Господь. Господь, я умоляю Тебя, коси сердце такового, дай покаяние, обрати к Тебе, дай, Господь, еще раз такой шанс, чтобы была возможность прийти к Тебе и сказать, Иисус, я такой, как есть, прикажу к Тебе, возьми меня, прими меня, очисти и святи, и сделай меня годным для Царства Твоего, для славы Твоей во имя Иисуса Христа. Господь, может, кто-то терзается в душе, кто-то много раз хочет иметь победу, но не находит в Себе силы, Отче Неба. Приди на помощь, дай силу Тебя и дай твердое желание служить Тебе, искренне и святяло, Господь, невзирая на все проблемы или обстоятельства, посвятить Тебя навсегда, на всю свою жизнь во имя Иисуса Христа. Господи, благодарим Тебя, благодарим Тебя, я прошу Тебя, Господь, Господь, когда мы пойдем в наши дома, трудись еще с Твоим народом, трудись, Господь, трудись, Господь. Боже, Ты пришел на эту землю, чтобы взыскать и спасти погибших, и Ты имеешь свою волю, чтобы все люди спаслись и пришли к покаянию во имя Иисуса. Соверши это для славы Твоей. Мы Тебя это просим во имя Иисуса Христа. Тебе, Фалах. Аллилуйя Тебе. Иисус Христа. Слава Тебе, Господь, за Твое Слово. Слава Тебе за ту надежду, которую Ты даешь нам. Слава Тебе, что Ты сегодня ищешь с нами, Господь. Слава Тебе. Боже, будь с нами и с Твоим святым народом. Будь с нами, мы просим и молим. Господь, помоги народу Твоему, помоги, потому что это все тленное, все временное пройдет, а Ты пребываешь вечно там на обесах. И Ты ждешь своих верных и искупленных, которые послужат Тебе и исполнят Твою волю святую. Тебе слава и фала, великий Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. И на земле, как и на небе, хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И проси нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Церковь дорогая, я хочу сказать то, что Бог мне ложит еще сказать. Если тебя коснулся Господь, и это было слово для тебя, и если ты нуждаешься в помощи, есть некоторые вещи, духовные вещи, с которыми мы сами можем справиться, с которыми мы можем победить, но есть некоторые вещи, в которых нужна помощь, не смущайся, голос Духа Святого зовет тебе сегодня. Приди, найди кого-то с братьев-служителей, найди, кому ты доверяешь. Не обязательно тебе двум или трюмите. Пойди к одному. Пойди вместе помолитесь. Поищите Господа. Бог услышит тебя. Он дает тебе новый шанс обновить твой завет с Богом. И Он Тот, Который может восстановить тебя и дать тебе новую жизнь, святую, во имя Господа Иисуса. Ему слава. Аминь. Аллилуйя. Слава Тот, Который может восстановить тебя и дать тебе новую жизнь, святую, во имя Господа Иисуса. Коли Дух Господь наполняет меня, спеваю я, как Давид. Спеваю, спеваю, спеваю я, как Давид. Спеваю, спеваю, спеваю я, как Давид. Коли Дух Господь наполняет меня, спеваю я, как Давид. Коли Дух Господь наполняет меня, спеваю я, как Давид. То плачу, то плачу, то плачу я, как Давид. То плачу, то плачу, то плачу я, как Давид. Коли Дух Господь наполняет меня, спеваю я, как Давид. Коли Дух Господь наполняет меня, спеваю я, как Давид. Коли Дух Господь наполняет меня, спеваю я, как Давид. Коли Дух Господь наполняет меня, спеваю я, как Давид. Спеваю, молюся, и плачу я, как Давид. Спеваю, молюся, и плачу я, как Давид. Редактор субтитров А.Семкин